Вот уверена, что ни у кого нет таких тапочек. Представляете, какая прелесть. Приехали из ресторана. Вот из этого ресторана. Хочу вам сказать, что ресторан, конечно, очень хороший. Это не гастрономический, но он явно для французов, потому что наша русская душа выйдет оттуда голодная 100%. Поэтому я тут сейчас буду есть вот такую шоколадку. Коттедор, здесь нуазеты, это лесной орех и малинка. Ну и с чаем, с зелёным китайским чаем. Обожаю, обожаю. Так что, девочки, я скоро приму эфир. Короче, я в клинике, в клинике, где делают МРТ на нашем языке. Это клиника Аксиом в Экс-Сан-Провансе. Первый рандеву, который мне смогли предложить. Это 4 января, в субботу, в 11 часов. Можете себе представить. И я не смогла дозвониться. В течение недели никто не взял трубку. Вот и сейчас мы едем с ресторана. Марис остановился. Я выскочила, взяла рандеву. И девочка, 4 января. Тут можно умереть. Едем в магазин. Смотрите, какое небо. И слушайте, я прозевала. Такие машины огромные навстречу. Вот я поэтому не езжу здесь, на этой большой машине. Сама боюсь. Почему он так? А, да. Я говорю, почему ты не помер? Смотрите, улочки, да, такие. Смотрите. Ду-ду. Еще лучше. Еще лучше. Это тоже из рубрики «Французские дороги». Тропинки для козочек. И вот здесь живут люди, представляете? Так, сейчас мы пересекаем деревню Игвия. Здесь вот в мэрии расписывалась, выходила замуж его старшей дочкой. Мы здесь были недавно, в августе. Давно мы не были. Вообще, очень прекрасная деревушка. И мне она нравится. Здесь вот вообще сейчас вот осень началась. Можно вообще просто мне приехать, поболтаться. Потому что здесь очень красивые растения. Смотрите, какие бегонии шикарные. Вот бегонии же при нуле градусов, они замерзают. Стоят у них еще спокойно. И вот такие вот деревни, видите, когда нет земли, то все цветочки, вот они подвешены. Смотрите, это церковь. И вон какие красивые вещи. У меня были вот эти огромные бегонии, много лет были. И, о, смотрите, так бутики у нас здесь. Хорошая деревушка всегда есть, чтобы посмотреть. Нравится она мне. Надо будет вернуться. Сейчас осень началась. Совсем другие уже пейзажи. Можно... Вот я говорю, что вот эти прованские деревни, вот ты приедешь, когда хочешь. Никогда не бывает одна и та же картинка. Ну, во-первых, везде работы, да? Он там, видите, уже обрезал, что-то он режет. А это собирают вот так вот листья. И эти листья собирают. Это знаете кто? Это вот эти вот люди, которые больные. Как называется предприятие. Вот они тоже мальчишки стоят. Работает там ССС или Лизе Леве Дюйма. На мизон. Работает его младшая дочка с людьми, которые вот немножечко у них... Ну, я не знаю, чем они болеют. Вот. Но они подрабатывают, вот чистят они от листьев деревья. Все в деревню их приглашают. И они за это получают деньги. Вот. Так что сейчас мы едем в сторону Эксен-Прованса. Посмотрите немножечко осенний пейзаж. У меня много любителей французских дорог. Причем здесь вот мы очень редко ездим с этой стороны. Ах, Прованс, Прованс. Это называется. Много зелени, посмотрите. Прям все зеленое. Здесь уже лавандочку подстригли. Я этой осенью так и не занялась плотною своим садом. Сегодня мы сейчас приедем, покушаем. Я пойду занесу все-таки в теплицу все свои пеларгонии. Пока они у меня не вымерзли. Хотя еще до вымерзания еще очень-очень долго. Мои снесет оливки. Послушайте, он на поле ходит. А Мэгги его опять не узнала. Такая полетела. Такая гав. Эта пора кудет, Ами. Девочки, смотрите, 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 полным полна коробочка. А эта сзади. Гляньте, гляньте. Беги. Ох, какая красота. Какая красота. Он говорит, в килограммах около 20. Ну и вон здесь, смотрите, видите же. Вот он собирает оливки, а я все остальное хозяйство веду. Чтобы вы не думали, что он у меня только работает. Девчонки, всем привет. Сегодня пятница. Послушайте, у нас очень сильно похолодало. И я сейчас, вот уже солнце садится. Через полчаса будет темно. Мария занимается оливками. А мне нужно срочно, вон, видите, опять поларгония. Сделать поларгония. Хотя бы брать такой страшный лист и занести в теплицу. Потому что, ну, становится прохладно. И, ну, это цветам плохо. И тем более, что очень мокро. Вот, давайте сейчас вам покажу, что я сейчас потащу в теплицу. И у меня еще вот здесь, вот смотрите, стоят бегонии. Я их тоже сейчас просто состригу, занесу в теплицу. И девчонки столько работ, я не знаю, как мне это все сделать. Если честно, я вот, я запахиваюсь. Сейчас покажу, что я сейчас сделала. После того, как я сегодня уже и в доме убрала. И уже мы закупились сегодня. Съездить до нас в воскресенье будет его дочка. Со своими мужьями, внуками. И будет бывшая со своим будущим мужем. Поэтому делов куча. И бегу, 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 бегу. И вам хочется тоже выставлять видео. Потому что хотите, не хотите, все-таки YouTube это уже почти как моя работа. И к тому же, вот у меня, смотрите, вот у меня уже пятый день. У меня кровоточит рана. То есть я не могу снять пластырь. Только я его снимаю, я что-нибудь задеваю. Сегодня через пластырь задела, тряхла, тут половики трясла. Вот, болит еще к тому же пальчик. Поэтому, ой, пожалеете меня, несчастных, пожалеете. Да, я тут еще хотела высказаться по поводу комментариев под видео. Под прямыми эфирами, последними. Есть не очень хорошие комментарии. Я, конечно, понимаю, что это хейтеры быстрее всего. Но я вам хочу сказать, что я вам скажу так. Завидуйте, друзья мои, все молча. Да, там кто-то моего мужа с какими-то там рязанским мужиком сравнил. Ну, я понимаю, да-да-да. Смотрите канал. У меня муж настоящий француз. Чего вам всем и желаю. А может быть, он вам сто лет бы и не нужен был. Но я прошу быть лояльными в комментариях по поводу моих близких людей. Потому что мне это не нравится. Меня это раздражает. Я могу высказать свое мнение в не очень красивой форме. Что потом не понравится моим основным подписчикам. Потому что у меня публика интеллигентная. Но, как показывает практика, чем больше я буду гавкать, тем больше у меня будет плохих комментариев. И мы будем привлекать таким образом. новых хейтеров, новых людей, которые любят склоки. Вот поэтому давайте оставаться лояльными, корректными по отношению друг к другу. Переводите слова, которые я не знаю сразу, как вам правильно донести с французского. Так вам как хочется. Хочется, чтобы это было такое слово. Переводите это. А хочется, чтобы это было хорошее слово. Меня это не касается. Не трогайте моего мужа и моих близких. И все будет хорошо. Ну, а сейчас мы вернемся к пеларгониям. Так, вот, девочки, смотрите. Тут пока я тут делами занималась, праздновала. Видите, уже пеларгония. Это уже весь новый лист. Это новый лист. То есть я сегодня побыструхе обрезала верхушки. Оставила вот над новой порослью. Убрала старые ветки. Тоже здесь, видите, как все. Ну, вот это все, мои хорошие. Это все подсохнет, потому что есть белокрылка. И она будет ее хавать. То есть, смотрите, какие красивые, пушистые. Это уже новые все побеги. Все-таки вот этот теплынь, который у нас стоит, она... Это нехорошо для цветов. Я их сейчас повезу вон туда, в теплицу. И у меня еще здесь, смотрите. Вот здесь вот две пеларгонии. Вот у этой вот лист такой неплохой, не очень он пожеванный. Поэтому я просто обберу лист и потом прочеренкую уже в теплице чуть попозже, потому что мне сейчас некогда. А вот здесь вот у меня в горшочке просто вот эти вот, которые... Вот эти большие ветки я срезаю. Смотрите. Молодые ветки, да. Чищу их от листов. И просто вон черешки эти всовываю в земельку и все. Чуть-чуть там капельку воды подолью. И здесь вот у меня еще четыре горшка. Потом у меня на террасе одна большая. Вот это как ее вниз падающая пеларгония. Неважно. И у меня еще есть одна настоящая герань. Тоже надо не забыть ее занести. И вот здесь вот у меня тоже бегония. Поэтому, девчонки, работы, как всегда, полным-полно. Я продолжаю. Я вам всем большой привет из Прованса. До очень скорой встречи на моем канале. Ваша Провансалочка. Марисы еще нет, если бы не хотела закрывать курочек. Слушайте. Вот у нас молоденький, вон там, вон три в углу. С одной старушкой спят. А одна молодая, вон там, глупышка. Вообще одна. Не с молодыми, не со старыми. Вот что значит, что дали нам из одного ящика этих курей. Представляете? Ну, привыкнут, конечно. Ну, посчитала все. Шестнадцать штук. Спокойной ночи, мои сладкие. Завтра несите нам вкусные яйца. А эта, смотрите, ходит ищет. Вдруг где зернышко какое осталось от курочки. Но это же невозможно. Все, девочки, Мариса нету еще. А я сегодня прям такая, как взрослая вся. Курочек закрыла. Все, пошли мы тоже домой. Так, завтра у нас гости. Мариса сейчас съездила в магазин, купила два вот таких тортика. Но я хочу еще печенюшки такие печь, которые я вам показывала. Минутки. Со сливовым джемом. И я сейчас буду начинать, буду делать салат оливье. Сегодня я буду отварить макароны, потому что завтра буду запекать в духовке макароны с этими... с баклажанами, потому что старшая внучка мужа, она у нас вегетарианка. Ну, короче, друзья, отделов у меня куча. Вчера занесла пеларгония. Сегодня вот такое вот солнечное утро. Мария сейчас мне будет последний пеларгоший туда хотя бы перетащить, к теплице. Я их потом почищу. И все у нас холодно. И я прошу его уже поставить обогреватель в теплицу, потому что... Потому что потому. Вот осталось мне последних три горшка занести. Смотрите. Вот это, девочка, герань настоящая. И я ее хочу потом расчеренковать, потому что она цветет красиво такими маленькими фиолетовыми цветочками. И она на самом деле отгоняет комаров. Вот, как Мария привезет тачку, увезет мне. Я ее на следующей неделе почищу и расчеренкую, потому что у меня сегодня просто на это нет времени. А оно, видите, оно такое деревцем может даже быть. Короче, я еще очень хорошо посмотрю, как мне его резать. Не буду сильно чикать. Хотя, если его чикануть, оставить только одни дыточки, она прекрасно нарастет в следующем году. То же самое с традисканцией. Нужно порезать, поставить в воду. Очень холодно у нас сегодня ветер. Я выскочила буквально. Я сегодня сейчас буду готовить целый день. Сейчас мне вот это вот я тоже просто обрезаю. Посмотрим, как там будет. Сейчас и вот это вот меня Мария сейчас тоже унесет. А у меня здесь, слушайте, клематис прям в рост. Надо мне самой его сейчас немножечко потянуть, потому что Мария мне все порвет. А там, девочка, смотрите, какая красивая у меня гортензия эта дубовидная. Видите, какие красные, здоровские. Привезли посылку. Немножечко меня это сбило. Я забыла, что я хотела вам показать. Сейчас девочке покажу. Перенесли. Я вчера перенесла в основном все пеларгонии. Там, что хорошо почищено, что не очень. Смотрите, вот здесь я пересадила сейчас. Это щавель у меня. Я там насобирала несколько листочков. По-хорошему он должен будет забрать всю эту площадь. Он у нас не растет в нашей земле, потому что он не переносит известь. Смотрите, лучок. Вот он уже у меня второй сезон. Дает перышки. И вот здесь же я лук посадила. Вот он лезет. Так мне муж же насыпал этого. Навоза сюда. А здесь у меня белый лук. Я вам скажу, что пускай убирает этот навоз. Вон туда перебрасывает. Вон туда, подальше. Но здесь вот этот вот мушмула хорошенько у меня так подросла. Может быть, даст... В следующем году уже даст, может быть, нам фрукты. Хотя вот тот старый куст, где сам подсеялся, уже он цветет во всю. Ну, базилик все. Мы один куст этот огромный вырвали. Это уже так осталось уже. Ну, вот весь поросль. Но холодно. Все ночи стали холодные. Так, бархатцы мне нужно собрать, посушить. Да, и теплица. Ну, вот, девочки, теплица. Вот эти вот... Вот это вот моя герань. Ой, пахнет вообще, Мария говорит, она так вкусно пахнет. Я на неделю разберусь с ней. Посмотрите, бегония. Это я все обрежу. Буду специально, не стала вчера уже на ночь обрезать. Хочу вам показать, как я их обрезаю. И они на следующий год будут прекрасны. Прям к весне то, что надо. Ну, и вот здесь вот мои вот пиларгоши, которые я вычеренковала. Вот видите, я их укладывала, которые вдоль стеночек. Послушайте, пока все стоит. Пока все стоит. Ничего тут у меня еще не желтеет. Не херит. Листочки желтенькие. Вот этот горшок у меня полностью это были. У меня в том году расчеренкованы. И вот таким вот образом оно даже видно. Видите, они у стеночек. Выложены были эти стебли. Цвела вообще весь сезон. Это у меня такая белорозовая. Огромные такие вот пиларгоши королевские. Шикарные. Это я обрежу. И хорошие, которые кустики. Вот видите, смотрите. Вот видите, они дают уже новые побеги. Вот где у меня пальчик. Вот это вот можно прям присаживать в землю. Она даст вот на этом месте, она даст корни. Но мне нужно на это немножечко время. Поэтому пускай стоит. Занесли, чтобы главное не заморозилось. Хотя, вы знаете, пиларгонии, они очень устойчивые. Там девочка одна показывала, блогер. Она черенковала свои пиларгонии. Они у нее больше стоят как бы в зимнем саду на террасе. И вот те, которые были на улице, она сказала, вот видите, сухие листья, потому что уже было 16 градусов. Ну что вы, девочки, у нас в Провансе, когда 16 градусов в моей пиларгонии только оживают. Наоборот, им хорошо. Вот, поэтому вот это вот тоже будет коротко обрезано. Я оставляла длинные плети. Экспериментировала. Бесполезно. Они все равно, их сожрет белокрылка, они высохнут все. И весной они начнут цвести, зимой. Поэтому я буду очень коротко стричь. Буду выбирать, которые, то, что молодые, можно будет присадить. Я рядышком присажу, но постригу коротко. Это тоже самое. Это у меня сейчас стоит, потому что нет времени вот этих три больших горшка мне обрезать. И потом вот эти вот пиларгошки, вот видите, прекрасная, распрекрасная. Смотрите, какой у нее корень. Одно старье. А эта пиларгония у меня очень красивая. Ну, у меня же нет названия пиларгонии. У нас же здесь продают просто пиларгонием и все. Смотрите, вот эта вся мама, скажем так, мамочка постарела, как и я. Поэтому, смотрите, я ее всю, вот здесь вот два вот хороших стебля. Вот этот, возможно, я оставлю, он идет из земли. Вот этот я вчера прикопала сама. А вот этот вот большой и вот этот, который на старых, на старых пеньках растет, я их расчеренкую. Единственное, что мне нужно выбрать, хороший день. И так как вот эта вот пиларгония мне не хочется потерять, возможно, я подожду до февраля месяца. Когда я вернусь с каникул, я тогда ее и расчеренкую, потому что это будет сто процентов, что они у меня возьмутся. Потому что так как меня не будет, мне муж может их залить. Он иногда мне заливает мои пиларгонии. И вот эта вот ветка, вот видите, вот все, что идет, это то же самое. Это все, вот видите, раз, два, три, четыре. Это можно вообще вот параллельно выложить в горшок в длинный. И оно все пойдет у нас вверх. Но, так как тоже это, по-моему, у меня тюльпанчиком пиларгоша, очень редкая, и больше я ее нигде не возьму. Я, наверное, дождусь весны и расчеренкую одну ветку, может быть, сейчас расчеренкую на следующей неделе. А одну большую оставлю до весны. Это будет сто процентов, что она у меня потом возьмется. Вот, мои хорошие, посмотрите, сколько у меня горшков даже не считала. Два, четыре, шесть, восемь, десять, двенадцать, тринадцать, пятнадцать, восемнадцать, двадцать, двадцать два, двадцать четыре, двадцать шесть, двадцать семь. Около тридцати горшков у меня пиларгонии. И естественно, что когда я их разчеренкую, их будет еще больше. У меня сейчас проблема с этим, с кактусом. Ой, с кактусом, с пальмой С сикосом Я хочу попросить урожее Чтобы он поставил себе на свою террасу Надо мне его сейчас привезти Показать ему Эту пальму Я ее тогда промою, почищу И если он согласится, мы поставим ему Вот туда, на закрытую террасу Если нет, то потащим с мужем в это В гараж Он там сейчас кушает, я не пойду его тревожить Вот такая у нас очень красивая в данный момент осень Вот это вот моя роза, смотрите Которую я чеканула прям этими электрическими ножницами Ничего, она сейчас вся пойдет Очень сильная роза Вот этот вот Можно было бы выпилить этот ствол Но вы знаете Есть у меня тоже и плохой случай Не буду я ее трогать Пускай вот она у меня сидит здесь годами И пусть сидит Бывают такие случаи, когда старую розу начинаешь сильно пилить Она потом не нарастает Она мне там не мешает Растет она там большая, пускай растет Ну а здесь и строгун вовсю растет Вот цветет И посмотрите Клубничка тут у меня Самшиты Все что хотите На следующей неделе скажу мужу Что надо немножко заняться нам Все-таки садом Надо резать ограду Надо немножко заниматься садом Посмотрите какая мне пришла посылка Посылка опять из Голландии Опять от моей подписчицы Опять от моей светы Света Что ты со мной делаешь Спасибо тебе конечно огромное Я даже не знаю как тебе благодарить Мое солнце Дай бог тебе здоровья Мое хорошее Сейчас буду открывать Мариса сторонно приближается К столу Оу шоке Ооо Ширизик Человак Ооо Рогарда Садь Девочки вы смотрите Что это Вот это я понимаю Света Боже мой 43-44 размер Ооо Вот это я понимаю Сейчас буду мерить Спасибо тебе моя родная Спасибо Ну удивила так удивила Вот это я Вот это да Посмотрите на этот подарок Красота какая Ну спасибо большое Спасибо Ой ну я теперь А будто просто на осень Я а будто А будто Смотрите что творится Слушайте Какая красота Вот я никогда не думала Что у меня Будут такие кломпы Прелесть какая Светка спасибо тебе большое Еще раз Смысл этих кломпов Света услышала Что мне вот Надо каждый раз Снимать тапочки Ходить на кухню Или в огород Смотрите Раз Ты всовываешь Вот у меня Такие танки Да Вот Домашние Ты сразу Раз и пошел Я говорю Марису Ты меня Ты никогда Не потеряешь Класс Вообще Света Спасибо И все Вот я пошла Раз раз Пошла вам Снимать видео Пошла на Реднюю кухню Класс Всем добрый вечер Я уже вам это показывала Но Завтра у нас гости Завтра по поводу 65-летия моего мужа У нас в гостях будут Его две дочери Со своими мужчинами Со своими детьми И придет Бывшая жена Мариса Со своим Мужчиной тоже С ее будущим мужем Они собрались пожениться Вот я готовлю Мы купили Марис сегодня ездил Утром В магазин Купила Один такой Ну торт Тарт Трапезиена Сладкий И второй такой Знаете как Лимонный меренги Меренги Ну я уже решила Что я буду печь Вот эти вот пирожные Пирожные Вот эти вот такие Печенюшечки Это вот у меня Песочное тесто Для Соленой выпечки Потом у меня будет Вот такое вот Тесто вот Патабрезе называется И вот видите Здесь вот оно Для соленых блюд То есть вот здесь Вот эта ветчина С кремом Это тесто будет соленое Потом у меня Вот такое тесто Я специально брала Разное Чтобы попробовать разницу Тоже это песочное Но для сладкой Выпечки И третье тесто Я сегодня буду делать Тесто слоеное В слоеное тесто Буду добавлять У меня есть такой Вот конфитюр Из айве Не знаю Буду ли я там Добавлять в него Шоколад Короче вот я сейчас Три таких Рудечка сделаю Я вчера там Тесто набралось Но так как Марис купил сегодня Две тарты На сладкое К завтрому А не одно Поэтому Я обойдусь Только тремя Этими Рудечками Ну и мы И мы тоже К чаю выпьем Вот как-то я вот здесь Вот видите Все-таки на кончик И на кончик И вот сюда Нужно Нужно класть Надо класть повидло На самое-самое На самый-самый край тоже Иначе вот эти последние Они будут просто пустые Так Слоёное тесто Слоёное тесто Я буду смазывать Только Конфитюром Из айвы Этот конфитюр Я варила сама Тоже очень вкусный Он такой Знаете Он не сладкий Не кислый Мне очень нравится Достаточно Видите Густой То есть Вот на такие Печенюшки Девочки Жидкое тесто Нельзя Оно расплывётся Ещё до того Как мы его намажем Пахнет очень хорошо Этот Видите Вот у меня Когда айва вырастет Я буду там Всякие желе делать Варенье буду делать Вялить буду Айву В сиропе буду её делать А я очень-очень люблю Айву Ну вот у меня К сожалению Этого дерева нет И у нас её мало Где продают Даже вот по осени Не на всех рынках Её увидишь В магазинах Её практически Никогда нет И она достаточно Дорогая Когда она бывает В магазинах То есть там Возьмёшь килограмм С килограмма Что ты сделаешь Ты ничего не сделаешь С килограммом Стоит достаточно дорого Там что-то Мне кажется 4 евро килограмма То есть и не больше Ну как-то дороговастенько И я вам уж не говорю Цены на эти На всякие жиле И так далее Вот всё Быстренько скручиваем И выкладываем На свободное место На противне Вот так что Я вам рассказывала Про старшую дочку Никогда не напрягается Ни на один праздник Младшая дочка Такая Всё-таки В этом плане Может быть Больше она ответственная Они такие Больше хлебосольные Но они вот Допустим Я уже два года У неё вообще Ни разу не была В доме На день рождения У сына Я всё время У своей Кати День рождения Она уже года два Не отмечает вообще То есть даже Аперитивный делает Не знаю почему Вот поэтому Ну я думаю Что завтра всё прекрасно Пройдёт Но я сегодня Своему мужу говорю Меня Я в стрессе Он такой говорит Ты чего На самом деле Столько лет Я уже здесь живу Не знаю Девчонки чего Как-то вот Вот как-то я в стрессе Не знаю почему Вообще Для меня это Очень мало похоже Конечно Я ж такая Знаете И всё умею И со всего Выкручусь В плане Принятия гостей Там допустим Вон уже и тарелки Вон принесли Стол сейчас Красиво накрою Стол сейчас Вот руки просто грязные Не хочу до камеры Дотрагиваться Сейчас покажу Как мы поставили стол Вот Эти печенюшки Мне в принципе Можно было и не делать Девочки Ну я так Больше дети Во-первых будут Дети может быть Погрызут И это И я сама их люблю То есть я вот Вместо допустим Там трапезиены Я с удовольствием съем Трапезиены Это такой Такой тарт С кремом Покажу его Сан-Тропе Это традиция Сан-Тропе Вот в хороших Буланжерей Это стоит дорого Они очень вкусные Ну вот мы в Жанне Казино Марис ездил Попал Тоже там Хороший Неплохой Там Этот район Так что Вот сколько У нас печенья Тут получилось Смотрите Ешь не хочу Сейчас я буду Делать Салат Ольве И посмотрите Я чтобы не добавлять Много майонеза Вот высыпаю Горошек И сразу В него Вливаю масло В данном случае У меня масло Из грецкого ореха Можно любое Девочки Масло Какое вы любите Я не добавляю Оливковое Оно очень сильное И тогда Вот это мне Дает возможность Добавлять Меньше майонеза Вот это Чисто мое Как бы Такое желание Я давно Так научилась Сделать И потом Каждый ингредиент Когда я буду Добавлять Я буду перемешивать Вот это маслица Оно будет уже Как бы впитываться И потом Майонеза Надо будет Мало Готовить Я буду на своей Резать Я все буду На своей помощнице Потому что Мне нужно Чтобы Салат оливье Был Мелко нарезан Если салат оливье Нарезан крупно Я его есть Не буду Вот Поэтому У меня здесь Есть возможность Вот такими Кубиками И вот такими Вот эти Как бы Очень большие Вот эти Даже чуть Мелковаты Но если Овощи Не переваренные То очень Даже И неплохо Получается Я совсем Недавно Делала И сейчас Я сделаю То же самое Салат Нарезается Буквально За 5 минут Ну Не за 5 За 10 Потому что Все же овощи Потом нужно Чтобы я нарезала Еще И вложила Вот сюда Вот так что Я продолжаю Ну вот Я накрошила Салатик Абадеечку Такую Сейчас Вот пока Колбасу Не добавляла Отложу Старшей Внучке Пару ложечек Не знаю Сколько она там Съест Не съест Не могу же Я ее оставить Вообще Без ничего В остальное Добавлю Колбасу И разложу По Порционным Веринкам Ну вот Девчонки Мой салат Готов Я вот Разложила Это все Вот в такие Верины То есть Это индивидуально Будет подаваться И вот это Вот Вегетарианское Все остальное С колбаской Сейчас это все Только пленочкой Затяну И в холодильничек И посмотрите Какие прекрасные У меня получились Мои печенюшки Эти минутка Вот и это Вот Тесто Слоеное Это с вареньем Из айвы Что я варила А это вот Крем Из чернослива Девчонки Послушайте Мне кажется Это вполне Вот достойное Как бы угощение Если там были Какие-то гости Там уже Такие-такие Может быть и нет Но вот так вот Для семейного угощения Это очень-очень Даже неплохо Так вот Немножечко туда Сахар не путаю Она конечно растает Завтра лучше Я вам уже чисто Так показываю Для картинки Ну красота же Правда Смотрите Какие здоровские А пахнут Какие вкусненькие Наверное И мы сейчас попробуем У нас же там Два блина Комом Получилось Поэтому я их сейчас Улуплю Вместе с чаем Я их сейчас На ночь Вот так Закрою Чтобы они Не подсыхали И утром Точно так же Их Раскрою Ну вот Девочки мои Короче Видите Как бы я там Не ругалась Все равно Все делаю Что нужно Утащила себя До печени Что Все До завтра Мои хорошие До завтра Девчонки Привет Ну это я Алла Девочки Ну смотрите Я их сейчас Пойду Чуть-чуть Подкрашусь Самой малость У нас Посмотрите Мы внесли Большой стол С террасы Здесь у нас Будут сегодня Сидеть гости Нас 11 человек Детей мы посадим Вот за этот Наш круглый стол Кушать А здесь У нас будет 8 взрослых человек Места вполне Достаточно Я сходила Пригласила Рожи Он не захотел Я говорю Приходи Покушаешь С нами будут Девочки Туда-сюда Он сказал Нет-нет Спасибо Ну короче Марисова Не пригласил Сам Но хочу сказать Что Рожи Тоже Он знал Что день рождения Марисова Он даже Ему слова Не сказал 4 ноября Но не в этом Дело Вот какие-то У них Странные отношения Я пошла Я пошла Пригласила В любом случае Я не могу Сказать Я не могу Говорю Ты что Сейчас весь народ Приедет Все машины Нет И вообще Рожи Он нам столько Оказывает услуг И чисто по-человечески Ну вы девчонки Вот большие семьи Вот понимаете У них свои Вот ракашки Вот я сейчас Пойду Немножко Подкрашусь Буду Сделить Скатерть Ставить Посуду Я вам тогда Покажу Как это Помучится Я думаю Что вам Всем это И будет Интересно Я даже Хотела Немножко Подключиться На прямой Эфир Но Мои хорошие У меня Это займет Время Борис Там у меня Чистит Картошку А я Сейчас Хочу Выпить Кофе Все-таки С корочкой Хлеба Потому что Ну Начнем Выпивать Аперитивы На голодный Желудок Ну Это Не совсем Хорошо Ну Вот Такая Ваша Проносалочка Бледненькая Такая Девчонка Не знаю Я себя Не очень Хорошо Чувствую У меня Опять Начали Болеть Глаза Ну Ладно Бог С ним Сегодня Мы Продержимся И Надеюсь Еще Вечером Я вам Прямую Эфир Сделаю Ну Такая Я Подкрашенная Сейчас Все Сейчас Я занимаюсь Столом Все Мои Макароны Варятся Все 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 Готовлю Готовлю Так Девчонки Это у меня Макароны С баклажанами Сверху Такая Икра Баклажановая Так Девчонки На Что Чем Буду Кормить Гостей На горячее На горячее У меня Будут Вот Такие Посмотрите Рути Я И сейчас Единственное Что Я хочу Сейчас Под них Положить Тыкву Ну Как я Говорю Так Подушечка Да Типа Сейчас Вытащу Вот так Это мы Купили В арабской Лавке Это Курица Филе Курицы Фаршированное Там Ой Там Наверное Там Наверное Фарш Из говядины Быстрее всего Я даже Не знаю Мы уже Покупали Мы Пробовали Это Очень Очень Вкусно Готовится Быстро Все Такое Нежное И Поэтому Я сейчас Чисто Я подложу Тыкву Я подложу Тыкву Мориза У меня уже тут Нарезал Уже Так Тушечкой Вот Это Тоже Очень Вкусно А Это Вот Тыковка Смотрите Я Сейчас Ее Чуть Чуть Присолю И Приперчу Смотрите Так 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 Оп Ля Дальше Немножечко Сухого Чесночка Который У меня Не хочет Высыпаться Ну Ну И Бог С Нем Тогда Будет Перец Так Перец Выложу Я вот так Смотрите Несколько Веточек Чебреца То есть Таан Французский Так Все Смотрите Теперь Так Сбрызнем Маслицем У меня Оливковое И Выкладываем Заново Наши Рулетики Я как-то Их Выложила Совсем Не в том Порядке Но Уже Как Как Уже Уляжется Спешу Потому Что Тут Вон У меня Все Тут Падает Ездит Итак Послушайте Очень Достаточно Прохладно У нас Но Выглядело Солнце После обеда Обещают Вообще Как бы Даже Дождь Мы Не хотим Об этом Слышать Ничего Так Смотрите Сверху Чуть Чуть Перчик Опять же Я вот Так Смотрите Уже Вот так Сверху Почищу Немножечко Чебреца И Полью Оливковым маслом Я хотела Делать В винном Соусе Со Сливками Но Вы знаете У меня Просто Вот Критически У меня Не хватает Времени Поэтому Смотрите Что мы Сделаем Сейчас Сейчас Я это Опять Сбрызну Так 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 Маслица 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 И Обязательно Добавим Сейчас Водички Чтобы Ух ты Чуть Не разбило Стакан Добавим Немножко Водички Вот так Смотрите Чтобы оно Как бы Во первых Нам понадобится Потом Соус же Будет Все И это Я сейчас Ставлю В духовочку На час Минимум И потом Посмотрю Может быть Я потом Еще немножко Поверну Чтобы пожарить Другие Бачки Ну По хорошему Оно Все должно Пожариться И так Я подумала Подумала Еще решила Вот сюда Добавить Помидорки Они Смотрите У меня Замороженные Помидорки Черри Это Всегда Будет Вкусно Придаст Нам Такую Небольшую Кислиночку Вот И Помидоры Запеченные Это всегда Вот у меня Уже Духовочка Кричит Что давай Давай Я готов Духов Все Сейчас Смотрите Повеселее Да Стало Так 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 Все Духовка На этот раз В духовочку Пошли Так Ну Вот здесь У меня Картошка И я Сейчас Сюда Добавлю Тыкву Я Сразу Добавила Соль По хорошему Соль Нужно Добавлять В конце Ну Друзья мои Я потом Забуду У меня Сейчас Вот уже Приедут Гости Мне Просто Будет Некогда Воды Много Я Сейчас Отолью Много Воды Морис Мне Набуху Здесь Ну Вот Послушайте Я Начала Ставить На стол Ну Приехали Гости Все Я Заканчиваю Съемку Я Не буду Снимать Так Ну Вот Здесь У меня Картошка Я Сейчас Сюда Добавлю Тыкву Я Сразу Добавила Соль По Хорошему Соль Нужно Добавлять В конце Ну Друзья Мои Я Потом Забуду У меня Сейчас Вот Уже Приедут Гости Мне Просто Будет Некогда Воды Много Я Сейчас Отолью Много Воды Морис Мне Набуху Здесь Ну Вот Послушайте Я Начала Ставить На Стол Приехали Гости Все Я Заканчиваю Съемку Я Не Буду Снимать Съемку